На Армавирскую учебную авиабазу прибыли 5 Як-130 УБС, ВПК Учебно-боевой самолет Як-130 ВВС России по стройке 2014 года Бортовой номер 53 «Красный», серийный номер 1118 В аэропорту Толмачево, Новосибирск Во время перегона из Иркутска 25 октября 2014 года Источник Андрей Чурсин Russianplanes.net ЦАМТА, 6 февраля На Армавирскую учебную авиабазу прибыли 5 учебно-боевых самолетов Як-130 Которые перегнали сюда с завода-изготовителя в Иркутске специальные летные экипажи Во время перелета летчики преодолели более 5,5 тысячи км Совершив три промежуточные посадки в Новосибирске, Челябинске и Борисоглебске Сообщили в управлении пресс-службы информации МОРФ Во время длительного перелета самолет показал себя замечательно Отличная управляемость, надежность систем жизнеобеспечения независимо от температурных и метеорологических условий Во время вылета из Иркутска температура достигала минус 20 град.с, а в Армавире по прилету плюс 15 град.с На протяжении всего маршрута наблюдалась плотная облачность, обильные осадки, сильный встречный и боковой ветер При этом все системы управления работали исправно Летчики по приборам совершили три промежуточные посадки и прибыли на аэродром назначения без каких-либо отказов авиационной техники Минус сообщил старший группы подполковник Сергей Мальцев В настоящий момент в составе Армавирской учебной авиабазы находится 13 самолетов данного типа Еще 4 самолета в настоящий момент принимают на заводе специалисты инженерно-авиационной службы авиабазы Як-130 – двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава А также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях, по воздушным и наземным целям По своим летно-техническим и маневренным характеристикам данный самолет близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета Что позволяет решать задачу обучения пилотов для самолетов поколений 4 плюс и выше Кроме того, он неприхотлив относительно условий базирования и способен совершать посадку на неподготовленные площадки 6 февраля 2015 года права на данный материал принадлежат сам Томатериал был размещен правообладателям в открытом доступе